Всем привет! В этом ролике вы увидите кладку этого печного комплекса. Общее количество кирпича 2300 штук и занимает около 300 часов работы печника с помощником. Главный плюс у него это минимальная ширина 12,5 кирпичей при наличии метрового мангала, печи под казан и мини русской печкой с подтопком. В большинстве случаев у заказчика всегда мало места под фундамент печного комплекса и такие небольшие комплексы они заказывают чаще всего. Чтобы у вас после просмотра этого видео не осталось вопросов, весь процесс кладки этой печи я буду показывать на фото с пояснениями и после каждого третьего ряда показывать все то же самое в формате 3d модели. Так выглядит основание печи на 2 сантиметра ниже чистого пола. В первом ряду фронтальную часть печи я сделал из кировочепетского кирпича цвет шоколад. Всю остальную часть ряда из полнотелого кирпича с минимальной ценой, например, Энгельский или Чайковский кирпич. Во втором ряду в качестве основного кирпича я использовал пустотелый железногорский кирпич цвет солома. Цена у него 17 рублей. Лучше конечно работать с кировочепетским кирпичом, но он стоит дороже. А так в целом подойдет любой керамический кирпич с не очень высокой пустотностью. Если в кирпиче отверстия будут значительно больше, то увеличится расход раствора и в целом его придется делать значительно гуще, что в свою очередь понизит пластичность раствора и качество самой кладки. Также в этом ряду на место угловых кирпичей я начал ставить радиус на кирпичи цвет шоколад. В третьем ряду я начал делать нишу зольных камер в печи под казан и под печкой с хлебной камерой. Кладку внешнего контура как всегда делал на глиняно-песчаном растворе с толщиной вертикальных швов 3-4 миллиметра и 5-7 миллиметров в горизонтальных швов. Вот так выглядят первые три ряда этого печного комплекса. В четвертом ряду я поставил подувальные дверцы визуи 236 с помощью корба из нержавейки. Также по причине близкого расположения комплекса к деревянным стенам поставил защиту из листов мини-рита на керамические втулки длиной 40 миллиметров. Так выглядит пятый ряд кладки. В нем я установил задвижку для регулировки подачи приточного воздуха с улицы по причине того, что сам комплекс находится в закрытой веранде. Если же вы будете его делать в открытой беседке, такой дополнительной приточки воздуха не потребуется. На шестом ряду кладки я проармировал внешний контур перфолентой с гвоздями. Провел по задней стенке дровника и канал подачи воздуха и перекрыл его листовым металлом, предварительно отмыв и очистив его от следов глины. Так выглядят четвертый, пятый и шестой ряды комплекса. В седьмом ряду я оставил ниши для монтажа топочных дверевок. В восьмом ряду сделал опорные пятки, под арку дровника. На девятом ряду сделал арку из пятнадцати элементов полнотелого кирпича вот такой формы и усилил ее натяжением перфоленты с гвоздями. Также установил две топочные дверцы ДТ-3 высотой в три ряда с помощью монтажных тоннелей из нержавейки. При этом между нержавейкой и облицовочным кирпичом оставил зазор около десяти миллиметров, который плотно заполнил теплоизолятором суперсилика. После этого проармировал внешний контур перфоленты с гвоздями. Так выглядят седьмой, восьмой и девятый ряды кладки. На десятом ряду я поставил опорные пятки с углом наклона 22 градуса для перемычек топочных дверей. В одиннадцатом ряду перекрыл дверцы перемычками, толщина швани более 3 миллиметров. При этом все элементы таких перемычек подрезаются под углом 22 градуса. В очередной раз проармировал внешний контур печи. На двенадцатом ряду начал делать полку перед мангалом для защиты от жировых подтеков при приготовлении пищи на огне. На тринадцатом ряду доделал полку перед мангалом и выполнил кладку из полнотелого кирпича по периметру плиты под казан, чтобы избежать дополнительных работ по монтажу плитки или камня для закрытия щелевого кирпича. Вот так выглядит десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый ряды. Прежде чем продолжить кладку, хочу порекомендовать вам печной канал Александра Шалагина. На этой неделе он записал подробный ролик кладки каменной печи с лежанкой от начала до самого конца со всеми рядами и нюансами. В общем активно делится своим опытом профессионального печника. Ссылку на это видео я оставлю в закрепленном комментарии под этим роликом. После этого начал делать футуровку топливника под казан и хлебной камеры с помощью кирпича ШВ-5. Здесь требуется больше пояснений, покажу их на 3D модели этого проекта. Начинаю футуровку печи под казан. Так выглядит пот из кирпича ШВ-5 плашмя. Вот это ниша под маленький колосник RD3 с размерами 180 на 250 миллиметров. Второй ряд футуровки делаем из кирпича ШВ-5 на ребро, при этом каждый четвертый вертикальный шов делаем компенсаторным. То есть вместо раствора прокладываем 2-3 миллиметра теплоизолятора, например, керамбланкет или суперсилика. Саму кладку огнеупорной кирпича рекомендую делать на Мертель МШ-28 крупных огнеупорных заводов, например, завод Сухой Лок с добавлением 10% жидкого стекла. Третий ряд футуровки. Расстояние между огнеупорной кладкой и внешним контуром я оставляю 10-20 миллиметров. Ничем его не заполняю. Но если его внешний контур будет текласть не на глиняный, а на цементный раствор, тем более, если по лените сармируют внешний контур, то зазор надо будет увеличить до 30 миллиметров и проложить в него базальтовый картон. Так выглядит четвертый ряд. Здесь мы делаем горизонтальный участок нашего канала печи под казан с помощью лещатки ШИБА-6 и перекрываем вход в топку кирпичом ША-9. На пятом ряду я вот так перекрыл вход канала казана. Вот этот кирпич ШИБА-6 установлен плашмя. Сверху идет 3 миллиметра теплоизолятора и дальше кирпич ША-9. Шестой ряд я подрезал под высоту 13-го ряда внешнего контура и выдвинул его ближе к боковым стенкам, чтобы получить ровный зазор 5-8 миллиметров по всем четырем сторонам. Также на этом ряду ставится плита П-1-5 с размером 512 на 512 миллиметров. О том, как ее выбирать и монтировать, я подробно объясняю в полном видеокурсе этой печи. Так выглядит под нашей печи с хлебной камерой. Простояние между огнеупорным и внешним контуром здесь также 10-20 миллиметров. Колосник также РД-3. Боковые стенки здесь мы делаем из кирпича ШИБА-5 плашмя. Точно также каждый третий вертикальный шов делаем компенсаторным. Третий ряд. Четвертый ряд. На пятом ряду мы ставим перемычку с помощью кирпича ША-9. При этом вместо раствора боковые и нижние швы прокладываем 2-3 миллиметра теплоизолятора. Также мы армируем это место над перемычкой с помощью перфоленты с гвоздями. Либо делаем более дорогое навечно перекрытие с помощью чугунного бруска размером 100 на 65 на 300 миллиметров. Купить такой брусок можно в интернет-магазине Пичар. На шестом ряду начинаем заужать топку с помощью кирпича подрезанного под углом 22 градуса. Или в более простом варианте ступеньками по 35 миллиметров за ряд. Седьмой ряд. Восьмой ряд фультировки выглядит таким образом. После этого начинаем делать под нашего мангала из кирпича ША-5 плашмя. При этом оставляем зазор между внешним контуром и огнеупором около 15 миллиметров. В идеале высота пода должна быть равна высоте 13 ряда внешнего контура. Первая половина печи построена. На этом этапе я обычно приглашаю заказчика проверить качество работ и оплатить 50% от суммы указанного договора подряда. Еще раз быстро покажу все 13 рядов, чтобы лучше закрепить материал. Надеюсь этот ролик хоть немного помог вам за 9 минут узнать больше об устройстве таких печных комплексов. Но для тех кто хочет знать все особенности и нюансы кладки этой печи, может приобрести полутора часовой видеокурс с полной сметой и 3d проектом SketchUp на моем сайте основаремонта.ру за 1000 рублей до конца июня. Спасибо всем кто досмотрел этот ролик до конца. Вы можете подписаться на мой youtube канал потому что дальше будет только интереснее.